Не дали замерзнуть на трассе. Ямальские полицейские помогли водителю перевернувшегося грузовика. Подробности и имена героев дали. На Ямале за неделю зарегистрировано почти 11 тысяч случаев ОРВИ и гриппа, сообщает окружной распотребнадзор. Большая часть заболевших дети до 17 лет. Грипп диагностирован у 86 северян. Напомню, в округе продолжается прививочная кампания против гриппа. Уже вакцинировались около 200 тысяч ямальцев. 21 декабря. Самый короткий световой день в текущем году. Во вторник он продлился лишь 7 часов, а на Ямале и того меньше – около 3 часов. Зимнее солнцестояние наступит в 18 часов 59 минут по московскому времени. После 21 числа каждый новый световой день окажется чуть длиннее предыдущего. И к 1 января его продолжительность увеличится на 7 минут. Полицейские из Муравленка помогли попавшему в ДТП водителю. На трассе Сургут-Салехарта из-за неосторожности шофера в кювет слетел грузовик с товаром. О ЧП пострадавший сообщил в дежурную часть Муравленка. Автоинспекторы Евгений Задорожный и Руслан Юрков разыскали жертву аварии. Понимая, что столбик термометра ползет вниз, дорожные полицейские перекрыли одну полосу для движения. Помогли перегрузить товар в другой автомобиль, а затем нашли автокран, чтобы вытащить грузовик из кювета. «Газфром» приостановил транзит в Германию по газопроводу «Ямал-Европа», сообщает ТАСС. Поставки российского газа существенно сокращались 18 декабря на фоне приближения европейского газового рынка к пиковому зимнему спросу. Накануне цена на ресурс в Европе выросла более чем на 7%. Эксперты прогнозируют, что с учетом текущих суточных темпов отбора газа, его запасов может не хватить до конца топительного сезона. Особенно, если в Европе похолодает.